Работникам нескольких предприятий в Шымкенте и Туркестанской области выплачивают долги по зарплате. В списке должников числятся шесть предприятий мегаполиса и два Туркестанской области. Общая сумма долга составляет более 186 миллионов тенге. Заработные платы работники начали получать при содействии трехсторонней комиссии, в составе которой представители Акиматов, мегаполиса, области, нацпалаты Атамикен и профсоюзного центра. По итогам работы трехсторонной комиссии на сегодняшний день уже начислена заработная плата по городу Шымкента трех организаций. Это около трех миллионов тенге. По остальным сейчас мы ведем уже конструктурные переговоры. В основном частные компании. У них по каким-то причинам не хватает добротных средств и соответственно образовывается задолженность по заработной плате. Большая работа была проделана и по вопросам повышения зарплаты работников. В списке тех, кто начал дороже оценивать труд своих сотрудников, оказались сразу три крупных предприятия. Также во многих учреждениях были заключены коллективные договоры. Проанализирована работа, сколько заключено трудовых договоров именно в частных предприятиях, организациях, учреждениях. И выявлено около 200 тысяч незаключенных трудовых договоров. И мы совместно с другими государственными органами сейчас на сегодняшний день эти договоры были заключены. Объединение принимает участие в решении трудовых вопросов. В пятый месяц при центре работает служба медиации. Юристы помогают решить споры, не доводя дело до суда. В основном причина в своевременной невыплате заработной платы. В общем, ление в этом идет. Работники тоже за отсутствием их неосведомленности, незнания закона, они тоже не знают, куда, как и к чему ищут проблемы. В основном они хотят обратиться к судам. Но самое, так сказать, приемлемое, выгодное для них, это и считается в порядке медиации. В составе профсоюзного центра Туркестанской области из Шымкента 17 отраслевых профсоюзов. Объединение защищает права 217 тысяч человек.